Туда-туда колеса выкручивай. Да-да-да-да-да, сначала туда. Вот это, да, от деревни Копана капки имеются. Ну, красавчик, вообще огонь. Где танцы-то, Паш? А-а-а-а! Целая, негнутая. Ну, медалька, ребята, первая медалька сегодня. Я пацанам говорил, блин, я приехал за медалями. Ну, и так, ребята, сегодня у нас просто-напросто день портретников. Смотрите, еще один, ребята, еще один портретник, и снова это Сталин. В общем, откопали классно, советов надергали куча, больше сотни. Ну, на обзоре увидите. Ну, а завтра будет новый день, новое приключение, так что смотрим вторую часть. А сейчас спать. Доброе утро, ребята. Ребят, сегодня у нас начинается новое интересное приключение по поиску фундаментов удачных. Сегодня копаем в том же составе, как и начинали. Где у меня, блин, фокус? Фокус, я тут. Что-то фокус куда-то пропал. Будем копать в том же составе. Серега, Паша Казань, Макс Веселов и Костян. Да, сейчас пойдем добивать фундамент. Кто-то пойдет по верхам ходить снова в поисках рубля золотого, да? Или серебряного, да, Паша? Ну, там на что гораздо, но мы и тому, и тому будем рады. Да, если вы первый раз смотрите, то в первой части у нас был найден рубль Николая. Да и вообще, выход был зачетный тем, что у нас он считается как бы портретным. Да, портретов до хрена нашли. В частности, три медали. Сталинские. И именно портретник Николая. Вот, сейчас легкий завтрак. Обговорим, что, кто, куда пойдет. Ну и начнем видеосюжет. Серый пойдет добивать вчерашний, на котором около ста монет выскочило. Костян тоже пойдет. Ну, а я думаю, надо новую разрабатывать. Так что, приятного вам просмотра. Итак, ребята, утро начинается с двух верховых советиков. Сейчас я вам покажу. Это были копеечки. Вот мне. Три. Нет, ребята, это две. Две советские копеечки. Верховые вот с этого угла. Решил зашурфиться. Но шурф всего-навсего, на штуку лопаты. Может быть, это и к лучшему. То, что находки будут верховые. И вот очередная верховая. Три копейки тридцать первого года. Вот. Паша. Он и стоил на ямке. Вот, на этой ямке. Выкопал только что две монеты. То есть, с одной ямки две монеты. Паша, похоже, ходит по верхам. Ага. Итак, ребята, тут такая хреновина, интересная. Я прибежал издалека. Прибежал издалека. Вот такая штука. Что это? Непонятно. Терочка выкопала. Я такое, как бы, в первый раз вижу. Какой-то знак в тяжелом металле. И сзади, смотрите, петли для пришивания. Знаете, как на ополченческих крестах такие петельки были? И, возможно, это что-то этого рода. Крылья. И якорь. Очень интересная находка. Пишем, если кто знает. А если я узнаю, то вы об этом узнаете в первую очередь. Может, найду исторический факт. А в руках у меня офицерская эмблема. Аэронавта. Вы, наверное, сейчас чешете затылок. А кто же такой аэронавт? Давайте я вам об этом расскажу. В 1890 году при императоре Александром III началось сформирование крепостных воздухоплавательных отделений. По этой фразе вы уже, наверное, догадываетесь, что за знак мы откопали. И о чем пойдет речь. Создание российской военной авиации предшествовала большая работа отечественных воздухоплавателей. Военные аэронавты разложили теорию и практическую основу для совершенствования воздушного флота. Историю российской авиации принято отсчитывать со второй половины XIX века. На вооружении российской армии состояли воздушные шары. В конце века действовал отдельный воздухоплавательный парк. Командиром парка был назначен поручик Александр Матвеевич Кованько. В последствующие годы дослужил до звания генерал-майор. Командовал 1-ю восточно-сибирской воздухоплавательным батальоном. Давайте ближе к делу. 27 ноября 1890 года император утвердил рисунки и подробное описание униформы воздухоплавательных частей. Поскольку воздухоплавательные части относились к главному инженерному управлению, то форма воздухоплавательных практически повторяла обмундирование саперных батальонов. Но с некоторым отличием и новым специальным знаком якорь с крыльями. Вот мы и выяснили. Наша находка является офицерской эмблемой с погон и датируется с 1890 по 1917 год. Является редкой. Ну и давайте посмотрим, насколько редкий этот знак. Как мы видим, копия этой эмблемы продается за 1700 рублей. А оригинал с утратами 1500. О, кстати, видите еще одни крылышки? Но уже без якоря, а с колесиками. И это я отметил неспроста. Перейдемся к этим колесикам позже. А сейчас возвращаемся на шов. Вообще огонь. Еще огонь. Ребята, а вот вчерашний знаменитый шов. Ночью я вам не показал, как это все выглядит. Вот сейчас вы видите. Толщина фундамента, смотрите, почти метр ширины. Вот смотрите, видите, это фундамент. Лежит камень. Ну, Костянович у нас, грубо говоря, археолог. Вот так вот он все красиво копает. Очень много копает. По находкам, ребята, по находкам. Вот такой вот замочек латунный. Такие замочки были при Николае первом. О, Николай втором. Братья Челинь, Охарев. Вот, зачетный. Ключик надо еще найти. Дальше. У него была утром, да, у Вета уже? Да. Копеечка 1896, да? Да. 98-го года. Копеечка. И очень любопытная и интересная вот такая малюсенькая монетка. Ну, год не видно, отмачивать надо. Это у нас полушка, да? Да. Вообще, офигеть, полушка. Очень интересная монетка. Маленькая, размером с 1-2. Это у нас Александр 2. Интересно. Интересная монетка. И крестик. Лепесток замолитый. Вообще усмерть. Молитву не видно. Там вообще нет. Как нет? На таких должна быть молитва. Она затерта просто. Вот. Ну, в принципе, неплохо. У него пошли вот такие медные латунные вещи. Причем он уже печку обруливать начал. Так что, я думаю, там еще находки будет. Погода, ребята, испортилась. Ветрено. И у нас чернота идет. Надеюсь, даже не будет. Все быстро. Но мы пойдем свои советики бомбить. Итак, ребят, вынужден включить. Крестик тут очередной. И перстень. И перстень. А этот, как он и перстень. На перстень железный. Но я не за железом. Мы сейчас проводили дискуссию. Вот такая здоровая, массивная такая ложечка. Думали, какая-нибудь латунь. Нет. Чистили. Белая. Думали потом, что это мельхиор. Но мельхиору не будет звенеть. Мы его подвесили и по ней ударили. Красивый звон был. И разглядели здесь несколько клеем. Вот. да. Но это клейма столового серебра, ребят. Но все равно неплохая. Отполировать и на коп. Да? Будет хавать из серебра. Нормально. Нормально. Ребят, у нас выход получается классный. По металлопластике. У Паши снова выскочила вкусняк какая-то. Это от кокарды, ребят. Не знаю, какой ранний совет. Не знаю, какой эпохи. Почему? ранний совет или импортный? Она медная. У нас были алюминиевые. Да, я тоже не алюминиевые лежал. А, блядь. Боже. На камеру сломал. Красавец. Ладно. А на себя с утра то ничего страшного. Она гнивая? Она гнивая, ладно. Ничего страшного. Ребят, мы вот рядом вот этот дом наверное ночью начнем. Здесь этот дом мы хотим сейчас. Сейчас мы очищаем фундамент и вытащили из этого первый венец. Вот. Здесь вот мы сейчас будем прозванивать. Сейчас будем. Но здесь вот уже, ребята, звенит. это будет находка Пашина если там будет моя. Там моя будет. Вот. Ты вообще сказал. Смотри. Смотрите. 31-32. Это медь или серебро. Или пробка. О-о-о. О-о-о-о. Что это? Это двушка Николашка. Да, смотри, гладкий такой дает стопудов был между бревнами вот-вот он прям грязно сразу так пошли на тот угол ребят не шурфы я уже пошли монеты сереж сказал здесь будет монета 61 вот тебе царь николай ну ладно и откопаем вылета об этом точно знаете ну что ребят убрали вина венец один хотят не венец наверное опорная балка опорная балка и как бы пошли находки в сереже там ворошиловский стрелок был гильзы гильзы ложки где показывать какой руки у ребят это я видел в интернете это посмертный тем более он в металле в тяжелом на смерть ленина так называемый 1870 1924 год вообще огонь и вообще бомба ребят информацию исторический факт я вам прикреплю кстати разных ну а сейчас давайте ребята по традиции я вам расскажу то что попало мне в руки а попало достаточно интересная вещица но не редко это у нас знак после смерти ленина появилось большое количество траурных знаков большинство из них представлял флаг с изображением владимира ильича ленина и его годами жизни 1870 1924 год ульянов владимир ильич 1870 1924 год политические государственные деятель организатор кпсс основатель советского социалистического государства являлся одним из основателей российско социал-демократического рабочей партии в 1917 году руководил вооруженным восстанием в россии было большое количество разновидностей также выполнялись из серебра бронзы и латуни существует и разновидность с изображение мавзолея цена на траурные знаки стартует от 3000 и достигает 40 тысяч рублей за редкий экземпляр так что продолжаем смотреть интересный шов приятного вам просмотра что ребята серега распечатался цариком у него копеечка царского николаевского образца 1916 год пойдет пойдет сейчас у нас еще балл уже вот такое количество находок трешки были копейки двушки вот как-то так пойдет пойдет а